У нас на исполнении находится производство различных категорий взысканий. То есть это алименты и штрафы, и в пользу налогов. И есть такая же категория, как коммунальные услуги, в том числе МТСК. Это задолженность за горячую воду и отопление. У нас в течение этого года на исполнении находилось 6200 производств по взысканию задолженности в пользу НТСК. В настоящий момент дебетовская задолженность, то есть сумма, которую должны должники, составляет 65 миллионов 703 тысячи 789 рублей. Для взыскания данной задолженности мы проводим определенные мероприятия. Проводится рейдер со службы судебных приставов. Проводится рейдер со службы судебных приставов. Добавляем имущественное положение ваше. И газ мы уже отключили. Газ отключили у вас. Два телевизора у вас, да? Два. Два телевизора. Два ветров. Вот, смотри, стоит. Один выгляжет орех. В случае наложения ареста на имущество должника, у должника есть право в течение 10 дней написать в службу судебных приставов. Докодательство о самореализации. Если стоимость имущества менее 30 тысяч, должник, который воспользуется этим правом, он должен сам реализовать это имущество. Если должник не воспользовался самореализацией, то есть имущество мы передаем на торги. Как правило, значит, у нас начинается работа с задолженностью после двух месяцев. То есть два месяца мы всячески предупреждаем должника. Одна из мер по воздействию на должников – это является отключение горячего возоснабжения. Мы выезжаем со слесарями, предупреждаем заранее, значит, жрец нас ждет, мы им отключаем горячую воду. Соответственно, у нас создаются неопределенные неудобства, ну и человек побуждает это таким образом. По 354-м правилам требуется полное погрешение долга, но мы можем рассмотреть в индивидуальном порядке. То есть если он придет к нам, не бегая ничего, мы, может быть, также его задолженность разобьем в рассрочку. Мы к каждому подходим индивидуально. Рейдинг-бедприятие – это действенные меры понуждения должника к оплате долгов. Должники могут узнать о своих задолженнох через сайт Госуслуг, через сайт УФССП России. Также они могут обратиться к нам в службу. Есть телефоны горячей лени, которые можно увидеть в сети интернет и узнать о своих долгах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!